Все, дорогие друзья, итак у нас сегодня 125 урок, уже 125 урок, продолжаем изучать книгу Мишли. Я сегодня вылетаю в Казахстан, вылетаю в Казахстан, поэтому будет сегодня быстро, активно, кто успел, успел, кто не успел, тот не успел, как всегда в жизни. Есть те, кто долго готовится, как мы в Каэлите учили, что тот, кто смотрит на небо и говорит, сейчас сеять не буду, а вдруг будет ветер, и урожай, сейчас убирать урожай не буду, а вдруг будет дождь, вот тот, кто все время вдруг-друг, он в итоге ничего не успевает. А тот, кто прямо активно, так, так, вот как Алекс Поделка, прямо все, начался урок, зашел, послушал, сделал три вывода, записал. Аня, Анна Яманова тоже, понятное дело, что Анна молодец, сколько, и магазины открывает, и обучает, и учится, и все. Хорошо, друзья, все, значит, продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. Сегодня у нас 28-й отрывок, 16-й главы, 28-й отрывок, 16-й главы, и он говорит нам о следующем. Иш-та-пухот, иш-алах-мадон. На иврите звучит так. Иш-та-пухот, человек переворачивающий, та-пухот, это тот, кто переворачивает, да? Он, иш-алах-мадон, он посылает, мадон, это ссоры, он посылает ссоры, то есть он берет и как бы пробуждает, мадон, это когда есть людям, это не просто ссора, когда они судятся за что-то конкретно, один от другого хочется отобрать, это мадон. Венергон, нергон, это редкое очень слово, мафрит, а луф, он отделяет, а луф это чемпион, это хороший человек такой, а луф, да, это чемпион. И какой-то нергон, вот этот вот, да, сейчас мы знаем, кто такой нергон, он отделяет хорошего человека. Ну вот как это поймешь без объяснения? Никак, никак, шифр. Значит, объясняют нам Малбин и другие мудрецы, объясняют следующее. Есть, кто такой Иштап-Уход? Это человек, который переворачивает правду, то есть есть истина, правда, факты, есть человек, который со злым умыслом. Иштап-Уход это тот, кто со злым умыслом переворачивает факты и как следствие, если человек правды, он стремится к шалому, то есть он все прямо вот выравнивает все. Чем отличается направление человека Торы, человека, который любит Бога, от направления обратного, да, направления зла? Мы знаем прям конкретное определение, главное определение, кто такой человек, который жаждет жизни. Ми, Аиш, Ахафет, Схаим. Кто человек, который жаждет жизни настоящей? Тот, кто любит все свои дни видеть добро, то есть тот, кто видит в любой ситуации, в любой информации, он видит добро. Теперь, как это сделать? Это нам объясняет Папа Царя Соломона, Царь Давид. Он говорит так, нецор лешанха мира, останови свой язык от зла, то есть ты, все, что разрушает шалом, все, что разрушает, ну, зло это то, что идет против Бога, против Торы, против шалома, против любви, против милосердия. Значит, нужно от этого остановить свой язык от зла. Например, когда человек говорит, вот, он подумал про меня вот так, это он искажает. Если он говорит, он подумал про меня плохо, тогда это он говорит зло. Но любой подумал про меня, имел в виду, это значит, потому что всегда, все вот эти вот обобщения, обобщения, это искажение. То есть, это с фацейками добер мирма, это как обман. А дальше сказал нам Царь Давид, сур мира, отодвинься от зла, вася тоф, и делай добро. Уэв шалом, люби мир, вратвегу, и гони за миром. Это как бы установка была Царя Давида, да? А Царь Шаломон объясняет нам, как это делать, как это все работает. Значит, первое он нам объяснил в 28-м отрывке, что иштап уход, человек обратный, тот, кто перевернул с добра на зло, он ишалах Мадон. Он наоборот, его как бы стремление не к шалому, а к разделению. Мадонн это ссора, когда он тянет на себя что-то, когда он хочет, вот это мое, все мое, значит, это называется Мадонн. Кто такой нергон? Нергон это жалобщик. Такое интересное слово, нергон это жалобщик. То есть, это человек, который все время жалуется. Вот меня обидели, вот на меня не так посмотрели. Вот он такой пессимист-жалобщик. И вот этот вот нергон-пессимист-жалобщик, он мафрит Алуф. Он мафрит Алуф, он даже отделяет того, кто Алуф это какой-то хороший, добрый, такой хороший человек-оптимист. Он говорит пессимисту, ну говорит, ну что ты паришься, все отлично, все хорошо. Нет, говорит пессимист. Это знаете, есть хорошая анекдота на эту тему, когда лебеди, лебеди летели на юг. И они такие готовятся к полету, такие стоят лебеди, разминают крылья. И тут подходит к ним такая птичка маленькая, такая, ну такая серенькая какая-то птичка. И она говорит, вот, говорит, везет же некоторым, да, вот почему одним все, другим ничего. Одни на юг летят, а мы тут мерзнуть будем. Лебеди ей говорит, ну хорошо, полетели с нами, полетели, а что ты здесь сидишь, да, что ты здесь сидишь, полетели с нами. Ну значит, птичка это говорит, ну да, ну да, конечно, полетели с нами. Вон коти сильные, все для вас, у вас крылья коти, а я маленькая серенькая птичка, у меня как я долечу с вами. Лебедь ей говорит, да мы тебе поможем, мы все лебеди сейчас придем к тебе на помощь, мы тебя возьмем в наш вот этот вот клин, там у нас легко лететь, устанешь, садись ко мне на плечи, на плечах посидишь. Эта маленькая сиреная птичка говорит, ну да, ну да, конечно, одним все, другим ничего. Вот вы, конечно, большие, сильные, вы там сейчас будете лететь, а кушать, говорит, что я буду кушать? Лебедь говорит, ну что мы с тобой не поделимся, у нас, смотри, значит, будем ловить жуков крупных, там на юге крупные жуки есть, черви, улиточки, мы тебе, значит, тоже с тобой поделимся. Птичка серая говорит, ну да, ну да, конечно, у вас вон клювы какие-то здоровые, вы эту улитку съедите спокойно, там в жучка раскусите, а я как буду? Он говорит, да ладно, ну что мы тебе пожуем, пожуем и дадим. Она, ну да, ну да, он говорит, слушай, иди отсюда, иди отсюда, уходи, закончили разговор. Вот это вот то, что здесь написано, царь Соломон, он говорит, что есть вот этот вот человек, которого зовут Нерган, Нерган, жалобщик такой, Мафрид Алуф, он отделяет, Алуфа отделяет чемпиона, вот эта маленькая серая птичка, она сама отпихивала от себя вот этого лебедя, который ей хотел помогать, она своим пессимизмом и неправильным восприятием реальности, она отпихивала даже те возможности, которые уже за ней бежали. Понятно? То есть Иштапуход, он делает разделение, он делает ссоры, а вот этот жалобщик, он отделяет от себя даже хороших людей, да. К сожалению, такое есть в наше время. Дальше, 29-й отрывок. Ишхамас Ифатэ Рээру. Человек грабежа Ифатэ Рээру. Он соблазняет ближнего своего. Волихо Бадэрэх Лотов. И он его ведет по пути нехорошему. Я вспоминаю сейчас 90-е годы, когда все блатные такие, ну, бандиты, полубандиты, они друг с другом обязательно, они говорили, брат, братишка, как дела, там. То есть они такие были на словах очень добрые. И у них, я уже это упоминал, если вы посмотрите Витипедии, воровские понятия. Воровские понятия, они все построены на честности. То есть почему-то вдумайтесь, воровские понятия, но мы должны быть честными. Как у нас в первой главе царь Соломон рассказывал, как злодеи, они к себе привлекают кадры новые. Они говорят, один общий карман будет на всех нас, это общак воровской, да. Мы тебе всегда поможем. И у них шестая, у них есть шесть заповедей, воровские понятия. Шестая заповедь привлекает молодежь. То есть они очень занимаются керувной такой приближающей работой, представляете. И здесь нас об этом предупреждал царь Соломон, что человек грабежа, он соблазняет ближнего своего. Волихо Бадэрэх Лотов. И он его ведет по пути нехорошему, по пути зла. А, как знаете, есть песня Лепса, рюмка водки, там все вроде такая душевная песня, но одна рюмка водки, вторая рюмка водки. Это уже начинается путь нехороший после третьей рюмки водки. Обязательно начинается путь нехороший. И почему-то того же Лепса, его даже в Америку не пускают. Говорят, что он как-то связан с мафией. Это вот зло, оно очень привлекательное в этом мире. Добро, наоборот, оно не очень привлекательное. Надо сидеть, учиться. Смотрите, книжка вот без картина, где хоть одну картинку покажите. Сидишь, как бы грызешь вот эту вот буковки эти, да. Какая тут привлекательность. А это, наоборот, вход в вечную жизнь. Ну, должно быть честно, да. То есть зло привлекательное, но зло. Добро не привлекательное, но добро. И ты выбираешь, тогда у тебя равновесие между двумя вот этими вот чашами. Выбрал добро, получил жизнь. Дальше, тридцатый отрывок. Оце, эйнаф, лякшофта, опухот, корец, фатах, килараа. Значит, здесь нам рассказывается стиль поведения злодеев. Значит, оце, эйнаф. Вот так вот, оце, это закрыл глаза. Закрыл глаза. Дальше. Лякшофта, опухот. Чтобы думать вот эти свои комбинации. То есть злодеи, они очень выдумывают разные комбины. Так они это называют. Ну, давай выдумаем какую-то комбину. Вот они собираются и думают. Так, значит, сейчас мы сделаем рейдерский захват такой-то. Вот злодеи думают, как бы нам сейчас сделать. Вот, как бы злодеи называют просто людей лохи. То есть это как бы, вот просто, да. У них есть масса людей. И цель вот этих вот злодеев, которые именно злодеи не, которые реактивные злодеи, которые отвечают злом на зло. А есть злодеи, которые производители зла. И они, значит, эти злодеи, они думают, как бы хлопнуть побольше вот этих вот лохов. Так у них прямо разговор. И они прямо планируют свое зло. Сидят, выдумывают, комбинируют. Все вот эти вот аферы. Аферы выстроены так. Я помню, когда-то, для меня это был шок, конечно. Для меня это был шок в свое время. Был один парень, такой аферист. И он, значит, ко мне подкатил. Я хочу помогать людям, я хочу помогать людям, значит. Ну, такую какую-то придумал схему, но это был обман. Это был обман. И он меня просил познакомить с людьми, которые там близкие к олигархам, да. Ну, он хотел добраться до самых таких олигархов, чтобы им предложить эту финансовую какую-то схему. Такую очень, которая была, по его словам, очень перспективная. И со мной он разговаривал только на моем языке. Помощь людям, Бог, чтобы все смогут заработать. И вот я его привожу к одному из помощников Игоря Валерьевича. И, значит, и он с ним, ну, я попросил, говорю, хороший парень, хорошая идея. Он к нему приходит, и тот ему говорит, и они начинают говорить на таком блатном, как воровском жаргоне, знаешь. И они такие, и тот мне говорит, кого ты привел, это же аферист, он же всех хочет хлопнуть. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, это он придумал аферу, и он хочет нас тоже втянуть в аферу, мы аферами не занимаемся. Но интересно, что как он со мной, он говорил на языке, именно моими понятиями, помощь людям что-то сделать хорошее, чтобы дойти до других, а дальше на их понятиях им объяснить, как хлопнуть. Но они сказали, мы не хотим. Значит, вот здесь нам царь Соломон об этом, об этом нас предупреждает. И он говорит, что закрывает этот глаза, так задумчиво, оцейнов, лякшов тапуход, чтобы обдумать свои, свои вот эти вот комбинации. Курет сватав, он так, ну, так, знаками разговаривает, телара, и он в это время все это задумывает, все свое зло. То есть, понятно, язык тела, нам надо тоже за этим следить. Я недавно тоже читал, как один был человек такой, продуманный, очень продуманный человек. И он в начале разговора с каждым новым человеком, он задавал ему несколько вопросов, на которых надо было думать. И он их задавал не для того, чтобы услышать, как он ответит, а для того, чтобы у него было время понаблюдать за вот этим человеком, за его языком тела. И он в это время, он задавал вопросы, тот начинал там размышлять, раздумывать на эту тему, а он его рассматривал, у него был такой обычай, такой бизнесмен, это бизнесмен, бизнес такая была, стратегия. И он в первых 10 минут, он сразу же по языку тела выкупал, то есть понимал суть человека, понимал его истинные намерения, понимал, он напряжен, он обманывает, он не обманывает. Вот он, наверное, обращал внимание на все вот эти вот, там, карет сфатаем, как-то он примардиво, видно, видно, тот, кто хочет разобраться, он увидит. Теперь дальше, 31 отрывок. Атерет тиферет сейва бедерек тздакати маце. Значит, атерет это, атерет это как корона, украшение, великолепная седина. Украшение великолепная седина, бедерек тздакати маца, по пути тздати милосердия она найдется. То есть, если человек идет всю жизнь по пути тздати, по пути милосердия, он помогает людям, он хочет делать добро, то в этот момент, в этот момент, он, когда он становится старше, чем старше он становится, тем он более уважаемый. Вот я вчера краем ухом услышал, что умер, умер Шарль Азнавур, был такой певец, в 94 года он умер. Он только вот год назад еще ездил по гастролям. То есть, он всю жизнь действовал для людей, пел, там, писал альбомы, записал 180 альбомов, писал стихи, песни, там, в общем, он старался, старался, старался помогать людям. То есть, он дарил радость людям через свое творчество. Значит, чем он становился старше, тем это было больше великолепия. Теперь есть люди, которые они свою жизнь тратят на себя эгоистично, только вкладывают в себя. И когда они приходят к старости, то они никому не нужны. То есть, если они шли не по пути добра, то чем он становится старее, тем ему сложнее. Если он идет по пути добра всю жизнь, чем он становится старше, тем больше его начинают уважать другие люди. Вот, это тридцать первый отрывок, чтобы мы с вами задумались. И у нас осталось, значит, у нас осталось, давайте посмотрим, сколько у нас. Пятнадцать минут прошло. Хорошо, давайте еще два отрывка и закончим шестнадцатую главу. Значит, тридцать второй отрывок звучит так. Тоф эрахапаем медибор. Здесь это очень-очень серьезный отрывок, который говорит прямо о жизни, фундаментальнейшие вещи о жизни. Значит, он переводится так. Лучший эрахапаем – это долготерпеливый. Лучший долготерпеливый – медибор. Лучше он, чем богатырь. Значит, умошельберухой – тот, кто властвует над своим духом. Он лучше, чем локет-ир. Лучше, чем тот, кто захватывает город. О чем идет речь? Значит, есть у человека такие… Что двигает человека? Двигает человеком его намерения, его желания. То есть желания человека – это те двигатели, которые задают направление всем нашим движениям. Есть желания запрограммированные. Желания кушать, желания пить, желания спать, желания развлекаться. Да, это какие-то запрограммированные желания. Есть желания, которые вызывают окружающий мир. Нам Тора говорит, не блуждайте, влекомые сердцем, эмоциями и глазами. То есть окружающий мир, он разбрасывает перед нами картинки, как крюки такие. И он цепляет желания человека, и человек начинает двигаться по направлению своему желанию. Сила, которая двигает человека, называется руах – дух. То есть вот этот вот руах – это как намерение. Вот человек что-то захотел, его намерение пошло. Теперь есть два руах, такой сильный у него руах, вот этот вот, да, такой дух у него, духовитый такой, да. И он называется Дибор, то есть он может взорваться, богатырь такой, и прям как бахнул, там, значит, что-то, стену сломал, там, закричал, что-то испугал. То есть это такая взрывная сила. Но по жизни выигрывают марафонцы. Лучше Эра Хапаем, тот, кто умеет терпеть, лучше, чем Дибор. Потому что этот Дибор, если известный рассказ был у Зощенко, как был один водолаз, такой огромный водолаз во дворе. И был один интеллигентик, так и называется, рассказ «Интеллигент и водолаз». И вот этот вот интеллигент, он, водолаз над ним смеялся, не помню, из-за чего, то ли из-за девушки какой-то, то ли что-то у них была какая-то, ну, какая-то у них девушка, по-моему, между ними была. И этот интеллигентный такой хлюпик, так прям Зощенко про него и писал, он подошел и дал этому водолазу по морде, прям со всей силы. Водолаз, значит, его избил, этот хлюпик попал в больницу, потом он выходит, месяц пролежал, выходит он из больницы и прямиком идет, во дворе сидит водолаз этот, играет в домино с друзьями, он к нему подходит прям и опять ему по морде сразу. Тот его опять побил, тот опять попал в больницу, опять он выходит из больницы и прямиком идет к этому водолазу и опять бьет его по морде. Водолаз его опять третий раз побил. В общем, после четвертого, пятого раза водолаз уже начал пугаться из-за каждого угла, что он сейчас вылезет, и он ему говорит, слушай, пожалуйста, не бей меня. То есть все, и он так проиграл. Долго терпеливый, лучше, чем богатырь. Человек, у которого есть терпение, вода камень точит, он в жизни может достигнуть чего угодно. Проверено, сейчас есть множество исследований. Самое главное качество, которое отличает всех успешных людей, это настойчивость. Настойчивость, настойчивость, настойчивость. Проводили эксперимент, называется эксперимент зефирчите. Один ученый, он детям решил проверить, насколько дети умеют терпеть. И он разложил перед ними зефирчики и говорит, дети, можете взять зефирчик один сейчас или два зефирчика через 15 минут. Давайте проверим, кто что выбирает. Часть детей выбрала один зефирчик сразу, они не хотели ждать отложенное вознаграждение, они хотели получить удовольствие сразу. Часть они хотели, согласились и говорят, давайте два через 15 минут. Потом был еще более удлиненный срок, а четыре через полчаса, а восемь через час. В общем, так оказалось, что есть люди разных категорий. Одни хотят сразу, лучше синиться в руке. Другие готовы ждать журавля в небе и за этим журавлем готовы годами иногда кропотливо работать. Проверили этих деток. Потом этот ученый, он как раз был из терпеливых таких людей, он решил посмотреть, что с ними будет дальше. И оказалось, что те дети, которые умели ждать вознаграждения и умели терпеть, они в жизни добивались на порядок больших результатов, чем те дети, которые готовы были взять сразу и скушать этот зефирчик. Поэтому здесь вот написано то же самое, только 3000 лет назад, что лучше эрехапаем тот, кто умеет терпеть, чем дебор, чем богатырь. Умошель барухо тот, кто властвует над своим духом. А что такое властвовать над своим духом? Значит, если у человека рациональный разум и есть эмоциональный разум, вот это животное внутреннее, ецарара, злое начало. Если человек рациональным разумом, он умеет победить свое желание, то, что он не хочет делать, но для него правильно, он может себя легко заставить. То, что он хочет делать, но это для него неправильно, он может не сделать. То есть он властвует, получается, над своим духом, над своими вот этими желаниями, намерениями. И он лучше, чем захватчик города, потому что тот, кто захватил город, он захватил и захватил. А тот, кто властвует над своим духом, он может это делать постоянно, захватывать, перезахватывать. То есть это метафора, пример, но это показывает нам удельный вес вот этих качеств. То есть самое главное в жизни это настойчивость. Все. Теперь, значит, и как говорил Харути Мураками, тоже такой был великий писатель, он говорил, что для успеха в жизни нужно три вещи. Талант, фокусировка и концентрация. Фокусировка это и есть концентрация. Талант, фокусировка и настойчивость, выносливость. Значит, если он говорит талант, он есть, казалось бы, не у каждого. То есть в литературе он говорит, бессловно, нужен талант. Но, говорит, если у человека есть фокусировка, он умеет фокусироваться, для Харути Мураками фокусироваться, это 4 часа сидеть и думать над одним вопросом. И есть выносливость, это делать это не один день, а подряд в течение года. 4 часа в день в течение года заниматься одним вопросом. Это фокусировка и выносливость. Он говорит, если есть фокусировка и выносливость, то любой человек найдет свой талант, потому что талант у кого-то на поверхности, а у кого-то в глубине. Но если ты настойчивый и сфокусированный, то ты этот талант по-любому реализуешь. И сколько есть талантливых людей, которые ничего в жизни не добились, потому что у них есть только талант, и нет у них фокусировки, то есть они разбросанные, и нет настойчивые. Наоборот, настойчивые и сфокусированные всегда достигают успеха. Хорошо. И последний у нас отрывок «Бхэйк юталь этагураль у мэашем коль мишпато». Значит, что это значит? Очень-очень интересный отрывок. Так. Смотрите. Значит, «Бхэйк юталь этагураль». За пазухой лежит жребий. И от Бога все суды, все мишпаты. Значит, что это значит? Смотрите, что это значит. Вот, казалось бы, по предыдущему отрывку все в руках человека. То есть, если я настойчивый, если я сконцентрированный, то что все? Говорит нам Шлома Мелак, Царь Силамон, вообще не все. Вообще не все. Есть еще фактор, который выше всего остального. То есть, есть условия обязательные. То есть, не может стать супер-мега каким-то известным музыкантом тот, кто не умеет играть. Не может. Но не все, кто умеет играть, стали супер-развестными музыкантами. То есть, есть первый этап. Это от человека. Ты должен сделать все, что ты должен сделать. Быть настойчивым, быть сконцентрированным, быть действовать, учиться, делать максимум своих усилий. Но Гораль – это жребие. То, что идет с неба. Если с неба решать, что ты этого не достоин, тогда ты это не получишь. Даже ты сделал все приготовления, все усилия не получишь. Потому что все от Бога. Умиошем коль миш потом. То есть, все суды от Бога. А как Бог судит, дать тебе или не дать? Опять же, Он, безусловно, учитывает все твои усилия. И это является огромным плюсом в глазах Бога. Потому что есть такая заповедь в Торе, что когда написано, если упало животное от твоего врага, то ты, значит, должен помочь ему его разгрузить. Оно под грузом свалилось. Но прямо написано «помочь ему». Ему, вместе с ним. То есть, не может он тебе сказать «слушай, давай разгружай». Тора сказал, а ты религиозный. Давай, мое животное разгружай. Нет, если он разгружает, тогда и ты должен ему помочь. Он не разгружает, ты ему не должен помочь. То есть, то, что человек прикладывает сам и делает огромные усилия, это огромный плюс. Теперь, но дальше нужно включить вот этот вот Гораль, чтобы Бог захотел тебе помогать, чтобы тебе везло. Как это делается, я лично знаю очень хороший способ, который тоже Бог нам показал и рассказал. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе везло, ты тогда делаешь так, чтобы везло людям вокруг тебя. Если ты хочешь, чтобы Бог тебе был добр, ты добр к людям вокруг тебя. Та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. И тогда ты можешь рассчитывать, то есть, ты видишь, ты как бы являешься проводником вот этого везения. Ты являешься проводником, ты неожиданно бах, одному помог, второму помог. Он там что-то не доделал, ты говоришь, фигня не доделал вообще, ну ладно, пускай так будет. Я же тоже не доделываю, пусть Бог меня тоже когда-нибудь пожалеет. И, значит, тогда включается вот этот вот Гораль, но все равно мы должны знать, что все от Бога. Все от Бога и делать максимум усилий со своей стороны, для того, чтобы Бог нам заметил и сделал для нас все хорошо. Все, я вам желаю, опять же, это тоже я сейчас хочу, чтобы Бог ко мне хорошо относился. И я прямо включаю вот это все. То есть, я, написано благословляющий, будет благословлен. Поэтому я вас благословляю вообще со всех сил, чтобы было у вас все хорошо, чтобы ваши все мечты реализовались. Чтобы было здоровье, счастье, успех, благополучие у вас, у ваших семей, у ваших близких. Чтобы вам везло во всем, во всем, во всем, вот все, за что возьметесь. Чтобы было везение и чтобы Бог помогал во всех хороших делах. Все, удачи, успехов. Сделайте, пожалуйста, свои три вывода. Напишите эти три вывода в комментариях и поделитесь с другими людьми, потому что надо делиться Торой с другими людьми. Все, удачи, успехов. Пока.